Привет, друзья! Это не шутка и не какая-нибудь афера. Да, Цитрус действительно закрывается. И я действительно разыгрываю вот этот новенький 11 iPhone стоимостью более 1000 долларов. Разыграю среди тех, кто досмотрит материал до конца, поймет его суть и сделает все в рамках условий конкурса. Задача будет непростая, но и приз же достойный. Побороться, думаю, стоит. Вы согласны? Тогда вперед! Кто из нас не знает Цитрус? Этот крутейший магазин по сбыту гаджетов и прочей электроники, который буквально завалил нас своей агрессивной рекламой, заманивая нести к ним свои денежки. И вы знаете, мы их к ним таки несем. Несем настолько хорошо, что в рейтинге топ-100 самых дорогих брендов Украины Цитрус занял 29 место с оценочной стоимостью 65 миллионов долларов. Ничего так, да? Цитрус – мега успешный бизнес, захвативший рынок гаджетов. Это именно они придумали ввозить в Украину малоизвестные китайские бренды типа Meizu и Xiaomi и раскрутили их до уровня топ-брендов, скалатив на этом целое состояние. Они этим очень гордятся, называя себя успешной командой. Так, мы умеем, а круто хайпануты. Но успех Цитруса и секрет стремительного развития лежит совсем не в плоскости гениального маркетинга, а в умении зарабатывать деньги не совсем легальным путем. Цитрус – типичный представитель серого бизнеса, формирующий свою прибыль с неуплаты налогов. Если говорить точнее, с их оптимизацией. Начнем с простого понимания того, как устроен легальный бизнес. Такая себе очень упрощенная идеальная модель. Например, вы захотели открыть сеть магазинов по продаже техники. Регистрируете некое юрлицо, например, то в магазин, где вы владелец. И от этого юрлица нанимаете официально себе сотрудников с белой зарплатой. Арендуете или покупаете помещение для своих магазинов и начинаете работать. Товары, которые вы продаете в своем магазине, вами также официально закупаются у поставщика или импортируются из других стран. Продавая технику покупателям, вы показываете эти продажи в своих отчетах для налоговой. Вы даете покупателям фискальные чеки и платите со всего этого налоги. В конце квартала или года вы сдаете отчет в налоговую, где показываете, что потратили на закупки зарплаты и налоги, например, 10 миллионов гривен, а товара продали на 15 миллионов гривен. Получили прибыли 5 миллионов гривен. Платите с них 18% налога на прибыль и оставшиеся деньги – ваша реальная чистая прибыль как бизнесмена. Правда, все это звучит как-то странно. Но самое странное, что если для нас такая модель бизнеса выглядит дикой, то для всего мира она выглядит естественной. Европейцы и американцы по-другому и не работают даже у нас в стране. А как работает Цитрус и подобный им оптимизатор? Большую часть своих продаж и доходов они скрывают, продавая товары в магазинах или через интернет от фиктивных частных предпринимателей, которых открывают на своих же сотрудников. Вот, например, карта магазинов Цитрус Киева с анализом того, кто там осуществляет продажи. В каждом магазине есть юридическое лицо, гаджет трейдинг и фопы, 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 разные фопы, но почти все из Одессы. Зачем они нужны? Для черных безналоговых продаж за кэш и формирования нелегального оборота налички. Обратите внимание, что покупая товар в Цитрусе, вас всегда спрашивают, вы платите наличкой или картой. Если говорите, что карты, то в компьютере кассир выбирает белую продажу и проводит ее официально через, например, ТОВ Гаджет Трейдинг и выдает вам фискальный чек. Все в рамках закона. Налоговая эту продажу видит. А если вы говорите, что платите наличкой, то вашу продажу проводят в черную и печатают вам вот такой или такой товарный чек от имени фопа. Это фиктивный и незаконный документ о продаже. Продавец обязан вам при продаже сложной бытовой техники выдать фискальный чек. Но фопы в Цитрусе этого не делают, они скрывают продажи за наличку. Для этого они и содержат в каждом магазине по одному-два фопа. Формально, юридически эти фопы не имеют никакого отношения к Цитрусу, но по факту работают на один карман. Важно пояснить, в чем особенность фопов. Согласно закону, в отличие от юрлица ТОВАК, фопы имеют ряд налоговых льгот. Они могут не показывать, где взяли товар и даже не отчитываются налогово о том, кому, чего и сколько продали. Фопы на второй группе, которые используются для схемы, не платят налог с оборота, не платят налог с прибыли или НДС. Только фиксированный единый налог и ЕСВ около 2000 гривен в месяц. И хотя формально оборот фопа на второй группе должен быть не более полутора миллионов гривен в год, 110 тысяч гривен в месяц, это требование никто не соблюдает, потому что проверить это невозможно. Это колоссальная проблема, о которой открыто говорит глава налоговой Сергей Верланов, который является активным борцом с фиктивными фопами и с уклонением через них уплаты налогов. У нас в країні дуже багато товарів умовно невідомого походження, невідомо, де вони взялися. Просто кажучи, вони можуть бути ввезені за кордону за різноманітними схемами, тобто в чорну контрабанду з якимись підміна товарних позицій, сірий імпорт, значное заниження митної вартості, тобто якимось чином воно попадає в країну, потім воно абсолютно законно реалізовується, оскільки за сьогоднішніми правилами жодного обліку вести не потрібно, і фіксації продажу вести не потрібно теж. Це створює можливості для існування фактично другої економіки в державі. І вот цей мелкий бізнес Цитрус і поставив себе на службу. Вони прогоняють через ФОПов многомільйонні кешеві продажи, яких ні для налоговой, ні для государства в цілому нет. І наличка цитрусів нигде не фіксується, тільки в чорной бухгалтерії Цитрус. Але кроме уклонення від уплати налогів, це позволяє продавати товар серого проїсхождения, контрабанду. Я об цьому вже говорив і показав в своїх різних роликах. Ви читали, що ви продаєте? Там написано для китайського ринку. Зачем я так отримую? Ну не хочу, я хочу український сапутик сразу. Щас просто деньги переваживайся. В этом і є секрет успіху Цитрусу. А не флагманы теневих продаж електроніки в країні. І диктують моду, як не платити налоги і при этом бути успішними. Не верите? Я вам сейчас все докажу. Вернее, сотрудники Цитрусу нам сами все расскажуть. А, і вони вам просто предложили на вас открыть ФУП, да? Ну да, ну пока я ще обробував, і в планах у мене уходить не було. Я подумав, що... Ладно, говорить. І колеги просто, на многих вони були отрыты, і ніхто не жаловувався. Я подумав, ладно. На примері вот этого телефона, который ми і будем разыгрывать. Як думаєте, став офіціальним рітейлером Аппла, Цитрус і з їх продажей що-то химичить? Тоже прячет їх от налоговой? Давайте проверим. Заявляя, що вони офіціальний продавец Аппла, Цитрус говорить, що продає тільки легальну техніку, тільки в белую, а значить обязан выдавати при їх продаже фискальні чеки. Це обязательне условие при продаже сложной бытової техніки ще с 2017 року. І основання для привлечення продавця к ответственности. Давайте проверим. Заказываємо этот телефон по інтернету в Цитрусе с доставкой і с расчетом налички. Встречаємося с курьером, передаємо ему деньги і получаємо товар. Документы, як і предвиделось, от ФОПа фискального чека нет. Продажа нелегальна, 100%. Цитрус не удивил. Хоча сам телефон с гарантийним талоном Азбиса. Це типо представительства Аппла в Україні. А теперь разберемся, кто же нам Айфон за такие деньги продав. В документах указано, що це ФОП Филипп Борисович. Почему я заблюрил його фамилию і не называю її вслух? Забегаю вперед, скажу, що зв'язавшись з ним, ми получили полний расклад роботи ФОПа в Цитрусе. Поэтому в інтересах його же безопасності, так як от Цитруса можна ожидати чого угодно, ми скрываємо його данные. Согласно реєстру Минюста, этот человек зарегистрирован как предприниматель в Одесі ще в 2018 году. Интересно, що його почта при регистрації выглядит совсем безпаливо. А теперь мы ему позвоним и спросим, почему он продає технику без фискального чека. Представимося контролирующей структурой, которой пришла жалоба на покупку этого телефона. Подскажите, мне Филипп Борисович нужен, я правильно попал? Да. Я сотрудник Дэшпроспоживслужбы Миста Киева. У нас тут пришла скарга на продажу вами мобильного телефона без фискального чека. Я не продавал мобильный телефон никогда. Но вы являетесь физическим лицом предпринимателем, правильно я понимаю? Да, нет. Вот у меня перед глазами документ о том, что вы осуществили продажу с вашей подписью мобильного телефона айфон 11 от сети магазинов Цитрус. Да, но в Петруссе у меня СТД оформлено, но я ничего не продаю лично. А, то есть вы там просто как ФОП оформлено и все не работаете там даже, да? Я уволился оттуда еще летом, и они мне сказали, что ну это как-то накладно будет закрывать, и говорили, ну ладно, оставьте. Я сам продажами не занимаюсь. Если надо, я, конечно, напишу в Google Терри, что у нас с ним связь есть, и спрошу, как это так интересно получилось. А вообще я думаю, что по этому вопросу можно в Петрус обращаться. Я еще сказать не могу, и уж подпись я точно там не ставил. А давно вы там уже не работаете? С июля. А работали, я так понимаю, продавцом, да? Нет, я в техподдержке работал. А, и они вам просто предложили на вас открыть ФОП, да? Ну да, ну пока я там работал, и в планах у меня уходить не было, я подумал, что ладно, и коллеги просто на многих они были открыты, никто не жаловался, я подумал, ладно, все будет. А какой-то там объем продаж, статистику, они с вами согласовывали, что вы кому продаете? Нет, нет, ничего такого. Но вы его не закрыли, когда увольнялись, оно осталось открытым, да, получается? Ну да, да, да. Что, лучше закрыть? Вы сами все услышали. Фактически Цитрус обманом склоняет своих сотрудников открывать на себя частных предпринимателей. Не объясняя им того, зачем это делается и как используется. И что юзают, то не их для теневых продаж, без их ведомых. Законных прав передачи ФОПа в пользование нет. Это афера, построенная на безграмотности сотрудников компании. ФОПа-то не фирма, а вы сами. Вы лично осуществляете предпринимательскую деятельность, за которую только вы и несете полную ответственность своим имуществом. Но то, что Цитрус использует эти ФОПы даже после увольнения людей, это чистой воды подстава. Криминал, на который, я уверен, обратит внимание и национальная полиция, и новая налоговая служба. Но продолжим беседу с Филиппом и его бухгалтерами из Цитруса. А подскажите, с кем в Цитрусе можно связаться вот по поводу этих документов? Потому что, я так понимаю, вопрос действительно не столько к вам, столько к ним, чтобы с ними напрямую можно было там коммуницировать по этой претензии. Смотрите, у меня есть, я дружу связь, это два бухгалтера, я так понимаю, что за ту деятельность, мы в имени ведут, ну, они, скорее всего, есть технебра телефонов. И только имена, к сожалению, Инна и Александра. Ну, хотя бы, да, можете поделиться телефонами? Мы с ними свяжемся, уточним у них. Хорошо. Алло. Да, добрый день, Александра. Добрый день. Касательно продажи ФОП Филиппа Борисовича. Нам поступила жалоба по поводу его продажи техники без фискального чека. Мы с ним связались, он сказал по этому вопросу общаться с вами. Вы представляете его интересы в Цитрусе. Правильно я попал? Ну, я не совсем бухгалтер. Я могу переключить вас на бухгалтера по его СТБ. То есть, я могу передать информацию. Я просто его не веду. Но я могу передать, как бы. Вы другими ФОПами, да, занимаетесь? Да. Хорошо. Вот у меня еще контакт он дал Инна. Это она ведет его, да? Хорошо, сейчас я ей тогда перезвоню. Алло. Добрый день, Инна. Добрый день, да. Касательно ФОПа Филиппа Борисовича. Вы его ведете, мне сказали. Да. Скажите, нам тут поступила жалоба о продаже этим ФОПом техники iPhone 11 без фискального чека. И мы связались с ним по тут контактным телефоном. Он сказал, что все вопросы нужно задавать вам. Правильно я попал? Вы бухгалтер, который его курирует от Цитруса? Да. Да. Подскажите, пожалуйста, куда мы можем отправить письмо касательно вот выездной проверки? Мы должны в рамках реагирования на заявление покупателя. Он сказал, что он вообще в Киеве никакую деятельность не ведет. Он находится в Одессе и даже не знает, что от его имени там что-то продается. Куда мы можем обратиться в Киеве, чтобы, ну вот, как-то получить реакцию на это заявление? Вы можете контакт свой оставить. Я свяжусь с киевскими юристами. Они перезвонят вам уже и решите на месте там вопрос. А вы в Одессе тоже находитесь, да? Да. Да. Ага. Хорошо. Но это ваш флоп, то есть как бы все нормально, мы не промахнулись. Все правильно. Это Цитруса и он у вас работает, такой человек. Картина маслом. Все сами во всем признались. Руководство Цитруса открывает на сотрудников кучу фопов, а параллельно существует армия бухгалтеров, которая за них ведет деятельность и сдает отчеты в налоговую. Какие отчеты о какой деятельности сами горе-фопы даже не знают. Их как проституток просто используют. От этого мы будем продавать айфоны в интернете, а от имени этого будем продавать в магазине Харькова. От этого в Киеве. Так он же у нас уже не работает. Да пофиг. Вот же все его документы. Так это же незаконно. Так никто же не узнает. Ребята в Цитрусе, те на кого открыты фопы, вам не страшно там работать? Вы точно понимаете, под чем подписались? Вы осознаете, что это опасное кидалово? Да, кстати, юристы Цитруса перезвонили мне на следующий день. Звонила Анастасия Федотова с одним вопросом. Кто я такой? Как моя фамилия? И зачем я рою этого фопа? А еще она очень удивилась тому, что я дозвонился Филиппу, и он мне все рассказал. Я вам дал вопрос, какое отношение имеет Цитрус к этому конкретному фопу, потому что... Я думаю, чтобы я вам дала какую-либо информацию, пожалуйста, предоставьтесь. Вы делаете запрос как сотрудник государственной службы. Я не делаю... Я запрос делаю по факту жалобы на этого фопа. А мне перезвонили... Вот я не понимаю, кто вы. Смотрите, согласно закона, я обязан коммуницировать с конкретным фопом, на которого пришла жалоба. И его отношение к Цитрусу мне вообще непонятно на сегодняшний день. Мне звонит юрист Цитруса и просит представиться. Потому что вы позвонили бухгалтеру и попросили с вами связаться. Нет, нет, потому что... Вот с вами связаться. Да, потому что мне этот фоп сказал, что он свою деятельность не ведет, а вместо него его деятельность ведет Цитрус. Мне вот стало интересно, как этот Цитрус ведет деятельность этого фопа без его участия. Вы ведете свое какое-то личное расследование до момента проверки? Я пытаюсь разобраться. Если вы понимаете, как мы работаем, то мы должны выехать на проверку по месту продажи. Поскольку продажа была осуществлена в интернете, но с доставкой в Киеве, а фоп находится в Одессе, то я не могу для себя понять, на какую точку продажи или точку осуществления деятельности этого фопа нам организовать проверку. Но вы будете иметь отношения, только представьтесь, кто вы. И вам в рамках ваших намочек... Нет, нет, вы мне объяснили. Не я вам сейчас позвонил, правильно? Вы мне позвонили. Вы позвонили бухгалтеру, оставили ваш контакт, попросили с вами сказать. Потому что этот конкретный фоп сказал мне, что он свою деятельность не ведет вообще. Лично он, да? Да, а вместо него ведет... А где вы с ним связались? Ну это же открыто, у нас же есть доступ к информации, есть контакты этих людей. И лично с ним связались, да? Конечно, да, да, да. И вот мне стало интересно, как это фоп, который... То есть вы ведете свое личное расследование и дома нет открытия проверки? Да, да, ну я не веду личное расследование, я занимаюсь сбором уточняющей информации. Хорошо. Потому что... Скажите мне, кто вы, и я разбам информацию. Да, на главный вопрос ответить они отказались. Да и что они могут сказать правду? Никогда не скажут. Нет законных оснований от имени фопа и без его ведома торговать айфонами с нарушением закона. Это залет, схема, которую они сами и помогли вскрыть. Фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в чистом виде. Но идем дальше. С юрлицом цитруса то в гаджет трейдинг, от которого они последние два года осуществляли типы легальной продажи, тоже не все в порядке. Сегодня в срочном порядке они закрывают эту компанию, начав 30 октября процедуру ее ликвидации. Как я понимаю, заметая следы ее незаконной деятельности. С 1 ноября налоговая должна была начать комплексную проверку этой компании. А учитывая, что у них и так задолженность перед бюджетом на 1,5 млн грн, то полная проверка их мутной деятельности и продаж на миллиарды могла привести к штрафам на десятки, а то и сотни миллионов. Там же и обнал, и скрутки НДС, и надутые расходы для уклонения от уплаты налогов на прибыль, и нелегальное трудоустройство с зарплатами в конвертах. В общем, все то, что я сказал в самом начале. Теневой бизнес в своем лучшем проявлении, который решила прижать налогово. Что делает в этих условиях цитрус? Правильно, избегает ответственности. За два дня до проверки они подают документы на ликвидацию компаний. А потом 3 декабря владелица гаджет-трейдинг Алла Седлецкая эту фирму вообще продает. Продает некой Виктория Огеевич. Огеевич до недавно была продавцом в Сильпо, а потом за 8000 грн в месяц писала продающие тексты для сайтов. И вдруг покупает топ-фирму Цитруса и сразу же меняет место ее регистрации. Теперь гаджет-трейдинг находится не в Одессе, а в Киеве, на улице Кирилловская, 82, офис 256. Почему это важно? Этот адрес – одно из ключевых мест в стране, где хоронят мутные фирмы. Место массовой регистрации. В этом офисе зарегистрировано 333 компаний, но фактически их там нет. А налоговая должна приходить на проверку именно по месту регистрации. Но там ни фирмы, ни ее документов, ни владелец. Добрый день. А подскажите, 256-й офис мне надо? Там фирма. Нема такого офиса. И не было. Кирилловская, 82. Ну, я его писала, я уже 4 года шукаю. 256-й офис? Да. Там тов-гаджет-трейдинг фирма находится. Не знаю. Да, мы с тракторами, детскими, русками, то еще чем. Вы его шукаете, я не найду. Короче, нету такого офиса? У нас лично нема. Можете даже и милиция, и прокуратура, и его б***ь. Вот такая фигня. А что? Претензии же налоговой к прошлым владельцам не принимаются. У них бумага о том, что фирма продана со всеми документами и отчетами. Ищите Агеевич, которая на самом деле фунт. Здесь председатель, которую если и найдут, то спросить с нее нечего. Документов у нее о деятельности фирмы за прошлый период нет. Вся документация вместе с доказательной базой их налоговыми нарушениями уничтожена. И концы в воду. Красиво! Дальше Цитрус вместо выбывшей ТОВ Гаджет Трейдинг в магазины заводит новую фирму ТОВ Цтехно. Цитрус даже не парится, а регистрирует ее по тому же адресу и с теми же номерами телефонов, что были у Гаджет Трейдинг. Одесса, Мразлиевская, дом 1.20. Это называется теневой ребрендинг-компанией, которая ведет нелегальный бизнес. Официально владелицей Цтехно, соответственно, и получателем прибыли от всей деятельности Цитруса является некто Фурман Оксана Вячеславовна. Но это только на первый взгляд она некто. На самом деле, Оксана Фурман директор по персоналу всей сети Цитрус, специалист по кадрам с 13-летним опытом. Она отвечает за подбор людей. А как же она тогда стала владелицей ключевой компании Цитруса? Неужели она и есть теневая хозяйка всего этого мега-бизнеса? Нет, конечно. Она очередной фунт. Владеет бизнесом Цитруса по-настоящему два одесских бизнесмена. Это Григорий Топол и Дмитрий Зинченко. Они владельцы компаний ТОВ ЗТ Инвест, которые и принадлежат права на торговую марку Цитрус. Но только на торговую марку. Весь фактически их бизнес, все магазины и фирмы зарегистрированы на подставных людей. На таких, как Оксана Фурман, которая, я так понимаю, получив определенную финансовую мотивацию, согласилась зарегистрировать на себя ТОВ ЦТехно, фирму, через которую будут проходить безнальные полумутные продажи всех 58 магазинов Цитрус. Кстати, эта фирма уже вовсю работает в магазинах вместо гаджет-трейдинга. Ее документы появились в уголках потребителей. А теперь представьте, если директор по персоналу открыто соглашается играть в этот схематоз, то, что происходит с рядовым персоналом этой сети. Правильно, их тоже заставляют играть по этим правилам, но на более низком уровне. Пример Филиппа с его ФОПом яркий тому показатель. А теперь внимание, розыгрыш 11-го айфона. Понятно, что построен он будет именно вокруг схемы Цитруса и их ФОПов. Тем более, что и повод есть. Осенью парламент принял два важных закона, направленных на борьбу с фиктивными ФОПами, которые будут обязаны вести учет происхождения товара и выдавать фискальные чеки на рисковые группы товаров. Электронику, лекарства, ювелирные изделия и секонд-хенд. Это самые схемные отрасли. И наша налоговая готовится закручивать схемщикам гайки. Бизнес должен быть не с экономией на податках, тем более, они не большие в этом сегменте, а в количестве проданного товара. А второй закон о так называемом кэшбеке. Когда покупатель, обнаружив факт того, что ему не выдали фискальный чек, может обратиться в налоговую и в случае подтверждения нарушения продавцом закона, может получить компенсацию в размере стоимости товара. Круто! Вот я и решил лично протестировать это ноу-хау. Закон стартует только в октябре 2020 года, но мне ждать не хочется, поэтому я предлагаю всем нам помочь налоговой выявить уклонение от уплаты налогов и побороться с фиктивными фопами. Протестируем это как раз на примере Цитруса. Тем более, что в контексте продажи электроники ждать осени нам не нужно. Как я и говорил еще с 2017 года при продаже сложной бытовой техники выдавать фискальные чеки обязательно. Не выдал? Нарушение. И с этим мы и попробуем бороться. А теперь очень внимательно. Что нужно сделать? Если вы планируете покупать или уже купили новогодние подарки в Цитрусе следующей категории товаров смартфоны, планшеты, ноутбуки, блютуз-наушники игровые приставки, смарт-часы начиная с 20 декабря по 14 января за наличные деньги, то вам необходимо проверить документы, которые вам выдали как подтверждение покупки. Согласно закону, вам обязаны выдать вот такой фискальный чек. На нем обязательно должно быть написано фискальный чек, стоять его номер ФН и должны быть указаны реквизиты продавца. Это легальная белая продажа. Если у вас такой чек, то простите, вы в розыгрыше принимать участие не можете. А если вместо фискального чека вам выдали товарный чек от ФОПа, вот такой формата А4 с надписью товарный чек, на котором стоит оранжевый печать и цитрус, или дали вот такой распечатанный чек, похожий на фискальный, но от ФОПа без надписи фискальный чек, то поздравляю, вы можете принять участие в розыгрыше 11 айфона. Для этого вам необходимо скачать по ссылке в описании текст жалобы в налоговую службу, заполнить ее согласно инструкции в описании, где вы указываете, что приобрели товар, но при его продаже продавец не выдал вам необходимый по закону документ. Я отдельно добавлю ссылку на инструкцию того, как и что заполнять. Заполнив это письмо, вы его распечатываете или пишете его от руки, не важно, прикрепляете к нему ксерокопию выданного вам в цитрусе товарного чека. Дальше идете на почту и заказным письмом с уведомлением отправляете его в Державную податковую службу. Адрес, реквизиты, куда отправлять, будут в инструкции. После этого в гугл-форме по ссылке вы заполняете все поля и прикрепляете 4 фотографии. Чек о покупке, заявление, фотоконверта перед отправкой и корешок уведомления о том, что налоговое ваше письмо получила. 20 января прием заявок прекращается. 22 числа я сформирую финальную таблицу участников. В своем телеграм-канале я опубликую полный список тех, кто принимает участие. И 23 января в прямом эфире на моем ютуб-канале через систему рандом среди зарегистрировавшихся участников мы и разыграем этот айфон. Но главный смысл этого розыгрыша не хайпа, а стимул для всех нас быть ответственными. Наша главная задача это объяснить серому и очень умному бизнесу то, что налоги в стране надо платить и что бизнес надо вести честно и прозрачно. Именно такие, как Цитрус дискредитировали у нас само понятие малый бизнес и фоб, поставив это на рельсы схем и афер, превратив малый бизнес в инструмент собственного обогащения. Пора называть схемщиков своими именами и наказывать их. Звучит банально, но налоги это школы, дороги, пенсии и в Европе, куда мы все так стремимся, их платят все, а кто не платит, отвечает по всей строгости закона. Проверим? Попробуем заставить больших дядей платить налоги и быть честным? Ну что, кому айфон? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok